Расскажите сразу про совещание Пока по свежим следам То что вы сейчас говорите Про процент Направляемый на культуру Значит там диаграмму вывесили Статистические данные Выделения средств На культуру В разных странах Во Франции 1,73 В Испании ВВП А в Испании 1,84 В Эстонии 2,33 У нас 0,53 А как объясняет Что больше не надо Объясняет это Катастрофой Объясняет о том что следствием Недостатка Материальных средств на развитие Уничтожается страна Ее духовные ценности Уничтожаются библиотеки Музеи Культурное наследие Памятники культуры Старины Уничтожается развитие Культуры То что мы раньше Называли художественную Самодеятельность Да Это все уничтожается Потому что даже На содержание Энтузиастов Тех людей Которые были Заинтересованы В том чтобы развивать Художественную самодеятельность Там еще другая Я вот ее потом Захвачу Передам Фонограмму Сколько Было Потрачено Средств Раньше И как это Отражалось Скажем Посещение Культурных Мероприятий Раньше И ныне В два раза Уменьшилось Из-за того что Что такое Художественная Самодеятельность Это замечательное Время провождения Это то что мы Забираем с улицы Народ Из кабаков И всяких Злачных мест Да И они поют Песни И играют Танцуют Рассказывают Все Это совершенно Другая атмосфера И эти люди Они не предрасположены К террористическим Актам И мы забываем Но для того Чтобы этих людей Воспитать Нужно заплатить Скажем Дирижеру Который будет Хором руководить Балетмейстеру Который будет Руководить балетом Солистом Который будет Заняться солистами И так далее И так далее Нужно выделить Средства Ремонт помещений Да есть ДК были Сейчас ДК сдают В аренду Раньше Скажем ДК ЗИЛ Конкретный Пример То что я вчера Говорил И что вызвало Бурю возмущения Скажем На совещании Комитета по культуре Государственной Думы И комиссии по культуре Мосгордумы Они не понимают Только Скажем Элементарных Вещей Что такое Культура И Трата средств На культуру К чему это Приводит Уничтожение Национальной Культуры Разжигание Межнациональных Старостей Причем В России Проживает 80% Православных Значит ли это Что Нужно Развивать Только Православные Храмы Или Православную Религию Для того Чтобы У нас Федеративная Страна Значит Мы должны Думать И о Мусульманах И о Буддеях И о Буддистах И так далее И тогда У нас Все будет Нормально Но Может Не в таком Размере Не строить На каждом Углу Синагоги Но Так как Сейчас Строятся Храмы Церкви Но построить Какую-то Синагогу Чтобы Заткнуть Рот Страждущим И сказать Ну чего Вы говорите Антисемитист Какой антисемитист Идите Молитесь Синагогу Или Мусульманам Вот Вы там Взрываетесь К вам Несправедливо Относятся Вот Ваша Мечеть Идите Молитесь Своему Аллаху Все что угодно То есть Нужна Государственная Политика И отношение Государства К этому Как можно Я сегодня Говорил На этом Совещании У Сергея Евгеньевича Нарышкина Как можно Объявлять Год Культуры В России Не принимая Два Жизненно важных Закона В отсутствии Средств Это Закон о Меценатстве И Закон о Культуре Ну вот Как он В России Живет Без закона Культуры Они же давным-давно Подготовлены Редактивы Они давным-давно Обсуждается И готовятся Первым чтением И они так и остаются Почему Потому что Ко второму чтению Когда готовится Закон о проект Он должен Пройти Согласование С правительством И с администрацией Правительство Как только Получает Закон о проект От государственной Думы Чего ты Сегодня Нарышкин Защищал А я сказал Не надо У меня есть Факты Против этого Как только Правительство Натыкается На то Чтобы Закон Под этот Закон о проект Нужно Выделять Средства Или Планировать Выделение Средств Они его тут же Либо кладут Под сукну Либо говорят Нецелесообразно А в творчестве Говорят Существует Не формат Они говорят Что денег нет Но мы же знаем Сколько денег Тратится На всякую На всякие Странные У них очень красиво И знаете Есть ответ Такой Но к сожалению В этом году Средств на проведение Это Или на Проведение Там фестиваля И так далее И так далее Не запланировано Будем рассматривать На следующий год Это такая Святая ложь Которая не укладывается Ни в одни рамки Отчего Происходят теракты Я им говорю И мы сидели С Абдулла Типовым Сейчас опять Вот сегодня Я ведь возглавляю Еще один благотворительный фонд Судебных приставов А мы писали И вот сейчас Зарвали в Дагестане Опять Это учреждение Судебное Я сказал сейчас Заму Значит Парфенчикову Чтобы выделили Средства От нашего фонда На помощь Пострадавшим Там Вот Отчего Это происходит Почему Они не посчитают Сколько Средств Мы тратим На содержание Аппарата По борьбе С террористическими Актами На восстановление Разрушенных Так сказать Зданий Постройки И так далее На нанесение Морального ущерба На физические Так сказать То что Сколько убивает Народу И так далее К чему это приводит Межнациональные Розни В обществе После террорист Обвиняются В этом террористическом Акте Подозреваются Или обвиняются След Мусульманский След Там Кавказский След Говорит Что это беда России Не называйте Что это беда Ингушетия Или беда Дагестана Это беда России Наша общая И всей России И всем обществом Нужно бороться с этим Так же Когда Когда произошла Трагедия В мой день рождения В Америке 11 сентября Пришли Собрались И сказали Да Мы теперь поняли Вот С терроризмом Нужно бороться Сообща Ну так вот У нас в России Нужно бороться Сообща У нас постоянно Происходит Я не говорю О каких-то там Скажем Вот сейчас Прировняли Убийство Этого мальчика К террористическому Акту Это Мелкий Так сказать Случай По сравнению С глобальными Последствиями С которых Мы живем И которые Нас ожидают Я говорил Саббалатиповым Я говорю Нельзя Ну соберите Особлеют Северного Кавказа Народов Северного Кавказа Я вам предлагаю Сделать К этому времени Фестиваль Народов Северного Кавказа Национальных Культур Национальных Культур Вот я Я вчера был В Армении И имел Так сказать Честь Обедать С Сырксяном С президентом Мы с ним Очень много И долго Говорили И решили Что в сентябре Ко дню Армении Мы проведем Такой фестиваль Мы дети Твои Армении У нас Скажем Много В России Существует Выходцев Из Армении Там Скажем Малегрова Харатьян Галсян Много Есть народа Я соберу Всех этих Артистов И мы их Отвезем На площадь В Ереван Чтобы они Вот вдохнули Какую-то Жизнь Так сказать В настроении Народа В день В день Армении Но то же самое Я предложил Я говорил с Рамзаном С Кадыровым На эту тему И он сказал Не, не надо Давайте у нас Проведем Я говорю Ну у вас Это будет Ваш чеченский Фестиваль А нужно Провести его Все кавказские Фестивали Где должны Представлены быть Все северокавказские Включая Калмыкию И Ставропольский Край Все должны быть Он говорит Ну вот мы Я говорю Хорошо Сделайте Пожалуйста У меня такое Одолжение Соберите Руководителей Не Не Мусульманские Руководители А светские Руководители У нас Какая-то Так сказать Политика В государстве Направленная По поводу Ограничения Каких-то Свобод Или Национальных Каких-то Так сказать Культур И так далее Сами 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 Вы У себя Выбиваете Так Сказ Корни Так Приняли решение Такое В итоге Нет Дискутируется Нет Он дискутируется Абдулатипов Знает Рамзан Знает Все знают Хлопонин Знает Примите Решение Собрать Ассамблею Народов Северного Кавказа Как только Они это Сделают Я на второй день Соберу Министров Культуры Всех этих Территорий Северного Кавказа И предложу Им И они С удовольствием Откликнутся Где Ну наверное В Грозном Но это уже будет Тогда общим Решением И тогда Мы Демократично Согласованно Проведем И то И политическую Акцию И культурную Акцию Духовную И творческую Но нужно Подпитывать Вообще Чем-то Ну нельзя же Так Каждый раз Нам сообщать С утра Там Зарвали Там Уничтожили Там Это Там То Почему Нужно Нас все время Так Назвать Я сегодня Два часа Просидел На совещании В Большом Театре В Императорском Зале Красиво Хорошо Были Представители Совета По культуре При Руководителем Государственной Думы Сейчас уже Два таких Совета При Матвиенко И при Нарышкине И вот и говорили И все говорили 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 Что нужно для того Чтобы успокоить Предпринимателей Что нужно для того Чтобы сохранить Авторские права Что нужно Да ничего не нужно Как вы можете Как вы можете Сохранять Культурное Наследие Если на сегодняшний день По объективно Из 100% Памятников Культурного Наследия То есть Музеи Заповедники И так далее Усадьбы Памятники И так далее Россия Самостоятельно Может сохранять Реконструировать И восстанавливать 10% У меня тоже вопрос По культуре По культуре Дискуссий По культуре Полемики Которая сейчас Развернулась Вокруг Заявления Гозмана И колонки Гульяновской беды Вас как-то втянули В эту всю историю Нет В районе 9 мая Было огромное количество Таких новаторских Всяких Осмыслений Что происходит Допустим Идет репетиция Парада Победы Журналист пишет Что это вообще Можно строить С Холокостом С Холокостом Не мелочать Потому что Люди в пробках Сидят Ждут Дороги заняты Другой пишет Вообще Надо было Отменить Отменить Парад Победы Потому что Никому он не нужен Третий пишет Катастрофа Катастрофа Это еще не катастрофа Третий пишет Что Хорошо бы немцы победили Тогда бы Потом нас освободили Англичане Американцы И Так далее По иронии судьбы Все пишут Люди еврейской национальности Четвертый пишет Что Это Гозман Леня Из Роснано Друг Анатолия Борисовича Чубайса И его сотрудник Что СС СМЕРШ Военная Контрразведка Ничем не отличается Только у СС Форма лучше Красивее В общем В это Ханали Влезла наша Журналистка В это Все Стала с ними Ругаться Ругаться Другалась До того На сайте Не в газете Боже упаси На сайте Другалась До того Что Хорошо бы Гозман пишет Хорошо бы Твоих предков Кто у вас фамилия Ской беда Гозман Михаил Берг Это Один из директоров У Чубайса Руснано Сейчас Объединенная Федерация Еврейских Община Судила Это Вчера Все Ну и Нас И Их Тоже И Гозмана Все нормально Значит Ульяна Увлеклась И ляпнула Тоже Чудовищную Вещь Что Хорошо Жалко Что Твоих Предков Леонид Гозман Не пустили На абажур Сейчас Проблем Было Меньше Да Ну в общем Тут все Как полыхнуло Все это На сайте Ну мы естественно Когда увидели Сожгли все это Убрали Но дальше Сыр Бор Не можем Успокоить Одни шумят Другие шумят На сайтах В газетах На первом Втором Канале Дискуссии Идут Что с этим делать Она извинилась Что ну С ума сошла Типа Ну Не с ума сошла А просто Эмоционально Ответила Да Я хочу сказать Вот мое Мое слово Определяющее Когда они Мне считают Самым Они Кто это Рэг И Объединение Еврейских Общин Они мне считают Евреем Номер один Посол Голенберг Дорит Тоже считают Самым Выдающимся Евреем России Я когда Выступаю Я говорю Вы знаете Что я никогда Не был Националистом Я всегда был Ассимилированным Евреем С Украины Но никогда Не отказывался В отличии от Многих других Не менял Ни имя Ни фамилию Я Кем был Тем и был Кем Не рассказывайте Всему миру О том Что сегодня Евреи В России Живут В эпоху Ренессанса У нас С такой поры Со времен Создания Еврейского Государства Не имею Ввиду Израиля Я имею Ввиду Со времен Существования Еврейских Поселений В Молдавии Белоруссии Украине И так далее В России Такого Отношения К евреям И такой Духовной Жизни Еврейства Не было Такого количества Синагог Таких мероприятий И так далее Мы сегодня Живем В эпоху Ренессанса И мы должны Благодарить Ситуацию Народа За такое Отношение К себе Об этом Нужно Действительно Говорить А если Мы еще Начинаем В этой Ситуации Глозмана Или не знаю Кто Начинаем Высказывать Своё отношение К победе Ну вот Вообще Кощутственно Он Приравнил СМЕРШ И СССР СМЕРШ Это то же самое Что СССР Только форму СССР То есть ССР Получается даже лучше У них форма лучше СМЕРШ Он видит корни В чем Если расстрелян предатель Или шпион Значит В чем он видит корни ССР Национальные Ненавистнички Русские Евреи Цыгане Уничтожение Целых рас И наций Это что нормально Это тоже ССР СМЕРШ Разве пропагандировала Национальную рознь Спасали Из концентрационных Лагерей Спасали всех Кто там был Абсолютно Представители всех Наций Всех народов Они говорят Так эти сюда Эти туда А вы еще посидите Ну вообще Вот такая вот Жуть происходила Очень много было Публикаций Особенно Ну все это на сайтах В основном В этой ситуации Значит Автор извинился Которая ляпнула Вот эту Чудовищную тоже Все это доводит Мы выговор сделали И уволить И под суд И так далее А со что Можно Она сказала В сердцах Этому Гозману Который защищал СС Что иногда Буквально так Иногда Я жалею Вот начитавшись Навоевавшись С ними Она ульяновская беда Казачка такая Хотя у нее Выяснилось Дядю сожгли Тоже Во время ССовских Всех этих событий У нее дядя еврей Его уничтожили Во время Войны В лагере Иногда я жалею Что из таких Как вы Вот Гозман Не Из предков Не свели абажуры Фраза ужасная Из предков Нынешних либералов Да Нацисты Не наделали Тоже абажуров Она не говорила Про евреев Не называла Нацию А что вы будете Перед кем-то Объясняться Это ваш коллектив Да Ну нет Ну сейчас Именно Еврейская общественность Я извиняюсь Подняла огромный шум Что надо ее уволить Привлечь к наказанию Но при этом В адрес Гозмана Не говорится ничего Практически Вот этого товарища Который СССР В адрес В адрес Тех Журналистов Которые Писали Что надо Отменить День Победы Что плохо Что немцы Не победили Россию Никаких Заявлений Никаких взысканий Ничего Я считаю Что надо всех И ульяновскую беду На место ставить И этих На место ставить Не взирая На их Национальную принадлежность Сейчас много Шума Но вас не втянули В эту радость Мимо вас Это прошло Да Я прошу Я прошу Я прошу Я прошу Вышло По моему Здравое Вполне Заявление Фион Федерации Еврейских Общин О том Что И Скайбеда Неправа Наша Журналистская Которая И газета Которая Мы это Прозевали Несколько часов Это висело На сайте Потоки информации Огромные Поднашли Тут же Тут же Все И Осудили Гозмана Осудили его Тоже Так что Фион тут Нормально вчера Нормально вчера Отреагировал К счастью Но только вчера Но все это продолжается И требует крови Понимаете От кого С чьей стороны С чьей стороны Чтобы мы увольняли Одно дело Так письма Просьба Официально Вот Фиор Фиор осудил И ту и другую сторону И замолчал А это главная организация Это главная организация На сегодняшний день В Москве Никто об этом не знает 164 театра 150 домов культуры Неработающих 96 детских музыкальных школ Я все это собрал Кропоте Неработающих Нет, работает Работающих Дальше Детских школ Искусств 19 Хореографическая школа Одна Далее Более Значит 100 парков Более 100 парков Концертные залы Не строятся Ага Почему? Денег нет А на плитке Которые обкладывают Всю Москву И все кладбище И все что угодно Которые зимой Кладут Летом она вздувается И ее перекладывают И снова опять зимой Кладут На это средства есть Вот нужно попросить Счетную палату Посчитать Сколько средств Уходит на строительство Плитки Никому не нужно Раньше был асфальт А был асфальт И нормальный Если он был Да Свыше 100 музеев Свыше 9 цирков Которые никто Никогда не ходил Мне не руководители О, Иосиф Давыдович Я понял Как только вы это все Сейчас вслух скажете Вам скажут Нет Это все понятно Это же друг Юрия Михайловича Лужкова Что с этим делать? Нет Как нет А теперь отвечаю Про Юрия Михайловича Лужкова И все А теперь отвечаю При Лужкове Юрия Михайловича Каждый год Осенью В сентябре месяце Собирались Творческие работники Представители всех Творческих организаций Собирались на так называемое Открытие сезона И обязательно проводили его В каком-нибудь новом помещении Которое возникало Или это построили театр Калягина Или это Кстати новая опера И так далее И так далее А где духовые оркестры В парках? А где летние театры В парках? А где зеленые театры В ЦПКО? У меня много было Ничего Раковины Привычные Цирк Вот Самый большой цирк Европе На проспекте Вернадского Я пришел Я прошел С братьями Запашними Прошел Все подвалы Они же в ужасном состоянии Они со дня на день Должны рухнуть А денег нет Непрофильный Киноконцерт Мир Там давным-давно Коммерческие палатки Мюзик-холла Ни одного В Москве нет В Ориенте Ни одного В Москве нет Это в Москве Но вы интересные вещи Рассказали Мы вот таких вещей Не слушали давно К сожалению Не слушали давно К сожалению Их никто не хочет слышать Очень интересно Очень интересно Понимаете Я прожил Свою большую жизнь В искусстве И повидал Очень много Я жил Я еще выступал При Сталине Дважды Я всех вождей Своих Так сказать Вот Прошел Все Я все знаю Все режимы Все прекрасно Понимаю Но почему Сегодня Когда есть Все условия Все есть Для нормальной жизни Для развития Для всего Почему никто Не хочет Этим заниматься Почему Закрылась Болотная Проспект Сахарова Прекратите Эти политические Страсти Дискутируйте Демократические Какие-то процессы Осуществляйте Но не мешайте Народу жить Не мешайте Развиваться Не душите Культуру Это самое главное Чем так сказать Вот страдает Сегодня народ Раньше Билет стоил На концерт 50 копеек От 50 до 2.50 Сегодня Ни один житель Не может попасть На концерт Площадок Никаких нет Мы хотим Чтобы вы посетили Нашу образцовую Воинскую учебную часть Я говорю С удовольствием Почему нет Я приезжаю Я чувствую Что они Что-то Хотят Такое показать Я приезжаю К ним Ну Как всегда Во всех Воинских частях Нормальных Все убрано Все покрашено Все так сказать Нормально И они так сказать Загадочно Меня ведут Мы им сейчас Хотим показать Сюрприз Ну давайте И вдруг я вижу Храм На территории Воинской части Храм Небольшой по размерам Православный храм Я зашел Поставил свечки Все Выхожу Ну как Я говорю Очень хорошо Я говорю Первый раз Был в части В которой служат Только православные Он так смотрит Ну я говорю Почему Я говорю Ну как почему Раз храм Значит Наверное У вас только Православные служат Он говорит Нет Я говорю А что И мусульмане есть Он говорит Есть И иудеи есть Есть И буддисты есть Есть Я говорю Что же вы делаете За что же вы Натравливаете Своих Своеннослужащих Друг на друга Они пойдут Молиться И креститься А эти все Остальные Что будут А он хочет Намаз совершить Куда ему пойти Так сделайте Хоть молильные комнаты Молильные комнаты Да Сделайте молильные комнаты Я понимаю Что по численности Это несовместимые вещи Но они обижаться Не будут Ты хочешь Помолиться Иди Евреям Хочешь Почитать Тору Иди Не почитай Там все Что угодно Надо подумать И о других Вы же сами Искусственно Разжигаете Страсть Но то же самое В большом масштабе Происходит И в государстве Да Восемьдесят процентов Православных Восемьдесят процентов Но остальным То чего делать Двадцать процентов Это очень важно Двадцать процентов Двадцать процентов